1 марта Всесибирский день профилактики ВИЧ-инфекции. В Алтайском крае около 20 тысяч человек заражено вирусом иммунодефицита. Притом около 400 из них – женщины в положении. Об этом мы и поговорим с главным врачом Алтайского краевого центра по профилактике и борьбе со СПИДом Валерием Шевченко. Здравствуйте. Здравствуйте. Рад вас видеть в студии. Итак, начнем с первого вопроса. В каком вообще процентном соотношении сейчас болеют ВИЧ-инфекции мужчины и женщины? Просто я наслышан о том, что идет феминизация болезни. Совершенно верно. Если исторически проследить это соотношение, то за последние 10 лет мы стремимся к паритету. 10 лет назад абсолютное большинство среди вновь выявленных случаев это были действительно мужчины. Эта цифра порой достигала, так скажем, с исторического начала регистрации ВИЧ-инфекции до 80%. Сейчас соотношение такое примерно 55 к 45. Вот к этой цифре уже к 50 приближается как раз процент женщин вот в этой когорте вновь выявленных пациентов. А вот почему такое процентное соотношение сейчас? Это тоже одно из проявлений эволюции ВИЧ-инфекции. Если говорить о причинах возникновения ВИЧ-инфекции, в том числе и на территории Алтайского края, мы же помним, что основной драйвер тогда были лица, потребляющие наркотики. Эту когорту в основном тогда представляли мужчины. И основной путь передачи был через иглу. Через иглу, через наркотик, содержащий компоненты крови. Но на сегодняшний день тенденции в превалировании путей передачи поменялись. И абсолютный лидер среди всех установленных путей передачи это половой. А если половой путь, мы говорим уже о естественных процессах в обществе, взаимоотношениях мужчины и женщины. И вот тем самым как раз трансформация путей передачи и была обусловлена. Вот как раз таки давайте на этой ноте перейдем к беременным. Есть ли риск рождения нездорового ребенка, если заражен отец, а мать здорова? Если в течение всей беременности, начнем даже с момента зачатия, в течение всей беременности, в период грудного вскармливания женщина остается ВИЧ-негативная, то есть не происходит заражение от своего партнера, от отца ребенка, то тогда вероятность того, что у ребенка будет ВИЧ-инфекция, связанная со здоровью матери, конечно нет. На 100% здоровье ребенка зависит, близко на 100%, в этот период временной его жизни, зависит от здоровья матери. Поэтому мы всегда, а в последнее время особенно, уделяем внимание так называемым серодискордантным парам, когда партнер имеет положительный ВИЧ-статус, а женщина отрицательный ВИЧ-статус. Если в этот момент происходит действительно беременность, всю продолжительность беременности, эта женщина находится под особым контролем в плане консультации специалиста, и своевременного, более расширенного, нежели это на популяционном уровне происходит лабораторное исследование. Мы, по крайней мере, однозначно уверены, что мы не пропустим случай инфицирования, но абсолютно точно мы делаем все возможное для того, чтобы в принципе заражение не произошло. А это каким путем достигается, мы назначаем, очень рекомендуем, настаиваем на том, чтобы партнер ВИЧ-позитивный беременной женщины получал антиретровирусную терапию. И получая эту терапию, вирус в его секретах со временем не определяет, соответственно, он перестает быть даже потенциальным источником для своей супруги и, соответственно, для своего будущего ребенка. То есть, получается, миф о том, что у беременной ВИЧ-инфицированной женщины рождаются нездоровые дети, это все-таки миф? Нет, другая ситуация, когда беременной становится непосредственно уже женщина, живущая с ВИЧ. Мы сейчас обсудили историю, когда, назовем все своим языком, папа позитивный, а мама без ВИЧ-инфекции. Это вот одна история. Сейчас давайте обсудим тогда историю, когда исходно женщина имеет положительный ВИЧ-статус. Живет, например, с ВИЧ-инфекцией уже несколько лет, и пришло время осознания, желания, возможность перейти в статус беременной. Вот тут, отвечая на ваш вопрос, можно сказать, что риски есть. И риски, ну, так скажем, на современном уровне, на современном этапе вообще медицины риски огромные. Исчисляются они порядка 40-40% риска передачи от матери к ребенку вируса, если ничего не делать, пустить все на самотек. Например, женщина не получает терапию, не обращается по факту состоявшейся беременной к врачу, не становится своевременно на учет, не наблюдается и лабораторно не обследуется. Вот тогда вероятность огромная. Если же женщина, даже пусть не получающая терапию, перешла в статус беременной и своевременно на раннем сроке обратилась за медицинской помощью, все те мероприятия, которые мы рекомендуем совместно с нашими коллегами, друзьями, акушер-гинекологами, они вполне дают шанс снизить эти риски, ну, я скажу, практически до 1%. А в ряде случаев свести, ну, это в 1% на уровне популяции, ну, если говорить индивидуально, то практически в 0%. Но обязательное условие, это, конечно же, своевременное обращение за медицинской помощью, как акушер-гинекологу, так и к инфекционисту. И еще, пользуясь случаем, добавлю, что в идеале женщина, живущая с ВИЧ, должна подойти к беременности, получая нашу терапию, и даже в состоянии неопределяемой вирусной нагрузки. Вот тогда это будет идеальная история для продолжения потомства, для большей уверенности в том, что с ребенком, с его здоровьем в отношении ВИЧ-инфекции все будет в порядке. А вот, скажем так, есть, ну, кроме неиспользования терапии, какие-то еще факторы, которые, например, повышаются, ну, или в целом изменяют риск заражения ребенка при внутриутробном развитии? Есть такие факторы, но они, знаете, не обязательно все реализуются, имеет значение стадия болезни. Если состояние беременности, время зачатия приходится на раннюю стадию ВИЧ-инфекции, на острую форму, на острую стадию ВИЧ-инфекции, тогда риски выше. Ну, это, знаете, все настолько относительно и не имеет большого практического значения в плане менять тактику своего отношения к ситуации, вот как я вам рассказал, добавлять что-то новое или наоборот делать все мероприятия половинчатыми абсолютно точно. Вот те подходы, которые мы сейчас обсудили, они должны быть в любой ситуации в отношении женщины, живущей с ВИЧ, которая планирует беременность или уже находится в состоянии беременности. Вот как раз-таки про после родов, давайте это обсудим. После родов какие-то ограничения есть у женщины? Да, женщина, живущая с ВИЧ, которая родила ребенка, она не должна кормить грудью, потому что у грудной вскармливания это есть элемент рискованного поведения, и, к сожалению, регистрируются такие случаи, что именно через грудное молоко вирус ребенку тоже передается. Поэтому отказ от грудного вскармливания, ну, соответственно, здесь мы, конечно, всегда обсуждаем риски и пользу нашего мероприятия. И мы абсолютно привержены к тому, что грудное вскармливание – это наше все, это наше многое, оно важно и нужно. Но здесь, если сопоставлять риски передачи ребенку вируса, то абсолютно точно это того не стоит. И, как вы знаете, жизнь уже многими судьбами это доказано. Получается, вы сказали, что есть некоторый шанс молока, соответственно, получить ВИЧ. А вот какой шанс? Ну, примерно цифры такие же. Если женщина находится в тот момент, когда она кормит грудью в острой стадии, ну, здесь цифры действительно высокие, это те же 40-45-50 процентов. Это не 100 процентов, но, знаете, когда на кону судьба конкретного ребенка, то есть будущего этой семьи, будущего нашей страны, то это огромные риски. И поэтому мы вообще не должны, знаете, как-то даже концентрироваться на этих цифрах, в принципе, делать по максимуму, чтобы это не реализовалось в плане вот именно рисков инфицирования. Вот мы поговорили про ограничения у матери после родов. А какие есть ограничения у ребенка? Ребенок до полутора лет находится под нашим динамическим наблюдением после родов. Это тот период, который позволяет нам уверенно сказать, что вирус не передался ему. Если инфицирование не произошло, то ребенок в дальнейшем, уже по истечении этого диспансерного срока наблюдения, он, ну, в общем-то, переходит, ну, если это удобно и возможно так сказать, в статус обычного ребенка. Вирус не передался, следовательно, он как среднестатистический ребенок живет, развивается, идет в детский сад, в школу и так далее. В случае, если вирус передается, ну, сделаю акцент, это чаще в жизни у нас происходит тогда, когда женщина не соблюдает все рекомендации. То есть, еще раз повторю о том, что со стороны системы здравоохранения есть все условия и возможности не допустить передачи. Ну, бывает так, что женщина, ну, крайне халатно относится к своему здоровью и, соответственно, к здоровью ребенка и игнорирует все наши рекомендации. Да, и в этом случае есть риск передачи вируса. То в данный момент времени, на сегодняшний день, вот с позиции знания о ВИЧ-инфекции, конечно же, мы максимально быстро назначаем антиретровирусную терапию. И этот ребенок переходит под динамичный патронаж как врача-инфекциониста, так и всех необходимых для сопровождения узких специалистов. Поскольку на сегодняшний день уже четко понятно, что вирус абсолютно не безобиден для ребенка, начиная с первых не то что дней, а даже минут, секунд его жизни. Поэтому ранее начало антиретровирусной терапии и регулярное диспансерное сопровождение его, ну, по сути, уже до его взрослого состояния. И то, как мы видим в практике, если действительно приверженность у родителей в первую очередь высокой терапии, все рекомендации исполнены, то, как правило, мы видим, что развитие ребенка физическое, умственное среднестатистически не отличается. Но, тем не менее, в последнее время все больше и больше накапливается знание, что надо расценивать эту ситуацию не как абсолютное равенство ребенок с ВИЧ, ребенок без ВИЧ, а как ребенок с серьезной хронической болезнью. То есть он требует и в том числе мероприятий в плане реабилитации его состояния, в том числе и динамическое наблюдение за состоянием и функционалом нервной системы. Сейчас все больше внимания уделяет состоянию сердечно-сосудистой системы и так далее, и так далее. То есть мы из года в год все больше и больше получаем информацию о том, как вирус может повлиять на здоровье нашего маленького пациента. И, конечно, соответственно, мы меняем свою работу, расширяя внимание и наши мероприятия профилактические, лечебные в отношении этого ребенка. Я знаю, что в кровавом спеццентре даже психолог работает, который как раз-таки взаимодействует с парой мама-ребенок насчет ВИЧ-инфекции. Вот можете немножко поподробнее рассказать, как это вообще происходит, то есть что на сеансах обсуждается? Да, это действительно так. И на сегодняшний день у нас есть вопрос, требующий внимания, в том числе и профессионального внимания психолога. Это такое, как раскрытие диагноза. Вот то, о чем мы с вами обсудили в плане раннего начала терапии, ну, это тенденция последних пяти лет. Но у нас есть дети, уже подрастающие, уже в возрасте подростков, которых диагноз был поставлен уже, так скажем, 10-12 лет назад. И они в свое время не получили исходной терапии, и некоторые из них даже еще не знают, не осознают свой диагноз. И вот этот момент уже, так скажем, в сознательном возрасте, раскрытие диагноза, информирование ребенка о том, что в его жизни, оказывается, есть такой серьезный фактор, как ВИЧ-инфекция. Тут, конечно, ну вот не у всех родителей получается сделать это самостоятельно. И, может быть, даже действительно правильнее всегда использовать помощь специалистов, которые знают, как правильно это преподнести. И более мягко этот период адаптации пройти. Это первый момент, когда мы обязательно привлекаем к работе наших специалистов-психологов. Ну и второй момент, если мы видим проблемы с пониманием необходимости продолжения терапии. То есть формирование приверженности лечению, тоже один из компонентов работы наших психологов с нашими маленькими пациентами. Вот, кстати, пока беседуем о детях. Вот такой вопрос. Получается, вообще ребенку, который родился от ВИЧ-инфицированной мамы, а ему прививки можно ставить? То есть в особенности живые вакцины? Есть ситуации, когда они временно ограничены в плане постановки. Но все зависит от состояния ребенка, от результатов лабораторных исследований. Но я скажу из практики, что это могут быть лишь временные отводы, так и скажем, временные противопоказания, которые с течением даже относительно короткого промежутка в дальнейшем, временного, нивелируются. И мы все-таки стремимся к тому, чтобы наш ребенок был привит по календарю прививок. И ничем не отличался от ребенка без ВИЧ. Почему? Ну, все очевидно. Он в большей степени даже должен быть защищен от каких-то внешних дополнительных инфекционных агентов. Ну, я так понимаю, какой-то определенный шанс есть, если, например, анализы покажут что-то неоднозначное? Да, но это лишь временное состояние, которое мы в результате наших лечебных мероприятий, реабилитационных мероприятий нивелируем. И ребенок получает спектр вакцин в соответствии с календарем прививок. Ну и напоследок, расскажите такой, может быть, дельный совет дайте. Как вообще сохранить здоровье ВИЧ-инфицированным детям? В период их взросления, конечно, основное значение в их будущем играют родители. И мы в этом изо дня в день убеждаемся. Если родители понимают суть сложившейся ситуации, я даже не называю ее проблемой. Я называю ее жизненной ситуацией. То есть это тот формат, в котором можно и нужно быть дальше. И своевременно дают лекарства ребенку, приучают его к тому, что в его жизни теперь будет постоянно эта терапия. И регулярно исполняют рекомендации всех специалистов, которым они динамично приходят на осмотр. Тогда будущее у ребенка, я прямо скажу, достаточно светлое и перспективное. А вот какие-нибудь советы, то есть условно. Просто я вот наслышал, что в садике повышенная опасность, скажем так, из-за того, что продуть где-то может, и это вот проблема. То есть все-таки, наверное, лучше в садик не отводить или как? Нет, ребенок должен быть социально адаптирован, это точно. Но садик это то место, где дети в том числе знакомятся с природой не только в формате своих сверстников, но и всего биологического окружения. Поэтому если это не произойдет в садике, то это будет происходить затем в школе. Еще раз тогда сделаем акцент на том, что если ребенок получает терапию и регулярно бывает на осмотре у специалистов, вот эти риски в плане продуть, получить какую-то другую классическую инфекцию, РВИ, масса же возбудителей вызывает болезни из этой группы, он не будет среднестатистически отличаться от ребенка без ВИЧ. Вот это точно. Поэтому вовремя назначенная терапия, регулярно принимаемые лекарственные препараты, диспансерное наблюдение – это залог того, что он имеет хороший, отличный потенциал социально адаптироваться на уровне своих сверстников. Отлично. Время беседы, к сожалению, подходит к концу. Спасибо за интересный диалог. А я напоминаю, сегодня у нас в гостях был главный врач Алтайского краевого спид-центра Валерий Шевченко.